Мария Владимировна Захарова к нам присоединяется, чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации, директор Департамента информации и печати, официальный представитель МИД России. Мария Владимировна, доброе утро. Хотел бы вас в самом начале еще раз поблагодарить за гигантскую помощь, которую оказал МИД России в организации интервью с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом. Сотрудники посольства отработали великолепно, и их помощь была совершенно бесценной. Так что огромное им спасибо и низкий поклон. Спасибо вам большое. Ну, вы же видите, получается. Поэтому, вот в отличие, кстати говоря, от западных коллег, мы действительно помогаем журналистам, не вмешиваясь в то, что потом выходит в эфир. В отличие от того, как, как вы понимаете, ведут себя в отношении журналистов те, кто провозгласил свободу слова в качестве своего приоритета. Ну, я не знаю, стоит об этом говорить, не стоит, но это все равно когда-то прорвется наружу. К сожалению, не просто как информация, а как факт. Вы знаете, да, что, не знаю, может быть, вы знаете просто от ваших коллег-журналистов. Если вы об этом не знаете, то я вам расскажу, как поборники слова, свободы слова и демократии, и, так сказать, гласности в Германии эту саму свободу слова защищают. Вот они вознамерились наших журналистов в очередной раз выслать или, как сказать, я даже не знаю, какое слово подобрать. Наверное, выслать – самое правильное слово. Сделать так, чтобы они больше не работали, не продлять им ни визы, ни аккредитации, запретить работу в Германии. Вы не слышали об этом еще? Вам, ребята, не рассказывали? Да, слышал, но, то есть, это же очевидная политика. Да, а вы знаете, что когда, причем самое удивительное, что не так давно, я не помню, может, месяц назад, я получила несколько вопросов относительно того, ну, от каких-то таких, как бы, умеренно либеральных средств массовой информации, относительно того, что правда ли, что МИД России оказывал содействие, ну, как каким-то съемочным группам в организации репортажей, интервью, так сказать, за рубежом. Ну, вот примерно, как оказывали вам сотрудники посольства нашего в Дамаске, логистическую помощь для того, чтобы получилось интервью с Башим Асадом. Я говорю, вы знаете, мы это делаем регулярно, постоянно. Где-то предоставляем, так сказать, логистическую поддержку, потому что там невозможно сделать иначе, кроме как по тип-каналам. Где-то работают наши переводчики, где-то мы отправляем ноты в поддержку дипломатическую. Ну, вот все, что вы сейчас рассказали и то, что все зрители видели в качестве вашего интервью, вот, собственно говоря, мы периодически по запросам и помогаем. И мне было сказано, что вот этим самым средством массовой информации, что это, возможно, даже вмешательство в журналистскую работу. Я говорю, вы знаете, слышу об этом первый раз, никто за многие годы этого никогда не говорил. Как это может быть вмешательством в журналистскую работу, если интервью с Башим Асадом МИД увидел только в эфире вместе со всей страной? Ну вот, зато, когда власти Германии сообщают журналистам, что они не будут больше работать в Германии, потому что им не нравится, властям Германии, то тот материал, та подача материала, которая, это не вмешательство в дела и в работу журналистов. Вот вы можете представить? Нет, это белое назвали черным, а черное – белым. Мария Владимировна, вопрос у меня большой просто есть. Сейчас вот сразу просто хочу сказать, чтобы все знали, об этом уже знают, так сказать, по дипломатическому каналам в Берлине. Если они тронут российских корреспондентов и все-таки доведут задуманные до конца, из России поют германские журналисты. Ну, это как бы, как вы понимаете, как... Вчера Дмитрий Анатольевич Медведев обратил внимание на то, что послы стран ЕС отказались встречаться с министром иностранных дел, выдающимся российским дипломатом Сергеем Викторовичем Лавровым. Такой демарш вызвал очень активное обсуждение в социальных сетях и поддержали Дмитрия Анатольевича, что тогда послам надо просто покинуть Россию. Они, конечно, все с радостью в очередь выстроились и дико хохоча, чему-то своему радуясь на похоронах своего агента Навального. То есть возникает вопрос, так они послы где? На кладбище или в Российской Федерации? То есть они вообще понимают, в чем смысл работы чрезвычайного полномочного посла страны в стране пребывания? Ну, я на самом деле не знаю, можно ли употребить слово «демарш» в отношении послов западных стран. Я бы все-таки придерживалась квалификации, которую им дал Сергей Лавров, назвав это просто боязнью. Боязнью. Я абсолютно с этим согласна, потому что любой человек, который представляет свою страну в другом государстве, в общем-то нацелен на получение информации. Почему? Потому что он в данном случае функциальна. Вот когда одна страна, тем более на таком высоком уровне, хочет передать другой стране какую-то информацию, то, соответственно, вызывается посол, приглашается посол, вызывается посол по-разному в зависимости от ситуации. Это может быть обычная беседа, а может быть вызов для, опять же, озвучивания того же самого протеста. В данном случае при всем уважении или неуважении к этим людям они являются лишь функцией. Они лишь передают информацию от одной страны к другой стране. И вызывает действительно вопрос, причем у всех один и тот же, а, собственно говоря, что делают эти люди и зачем, как они, в принципе, себя трактуют на территории нашей страны, если свою главную функцию, главную, самую главную, они не выполняют. Теперь к вопросу вашему относительно того, что они появляются на мероприятиях, которые, в общем, не предназначены, наверное, для внешнего потребления или уж точно не являются их спецификой их деятельности. Так у них вся работа ушла, они уже ее просто не делают. Они все свое время, я имею в виду сейчас вот эту вот западную часть послов, послов западных натовских стран, посвящают только одному. Я не говорю про всех, но вот про этот движок. Они занимаются первое вмешательством во внутренние дела нашей страны и второе, буквально так, перфомансами, которые тоже запряжены с вмешательством во внутренние дела Российской Федерации. Вот можно я вам еще один пример тоже из вчерашнего приведу? Да, конечно. Посол США, посол США, госпожа Трейси, опубликовала, ну, на ресурсах, так сказать, своих, мы это там увидели, опубликовала материал относительно того, ну, просто классика, как это, русский Иван, сдавайся, или приходи к нам, у нас есть варенье и печенье, и там так и было написано, что ничего нет плохого в том, чтобы граждане Российской Федерации по линии, так сказать, американского государства приезжали в Соединенные Штаты для участия в образовательных программах. Это, сказала посол США, никаким образом не подвергает опасности их патриотизм. Вот, представляете, да, это страна, которая вообще спровоцировала всю ситуацию вокруг Украины, которая поставляет вооружение всех видов на Украину, стимулирует всех остальных поставлять вооружение, скупает бывшее советское оружие для поставки на Украину, мотивирует и непосредственно руководит многими подрывными операциями киевского режима в отношении нашего гражданского населения, и теракты, ну очевидно, что за многими терактами стоят именно... Но после статьи в Нью-Йорк Таймс сомнений нет. Конечно, конечно. Представители официального Вашингтона стоят за многими терактами, которые совершаются киевским режимом. И этот человек, представляя свою страну, официально говорит о том, что любит Россию и любит российский народ. Причем такое ощущение, что когда они говорят о России, они предполагают, что народа в ней нет. То есть они как-то, вот знаете, так это все отделяют. То есть страна отдельно, а народ отдельно. Так вот, вчера, выступая на форуме, на всемирном фестивале молодежи в Сочи, министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров отвечал на вопросы молодых людей, которые приехали со всего мира. Потому что они-то как раз хотят дружить. Они хотят мира, они хотят взаимодействия и сотрудничества. Они не являются послами своих стран, но они приехали, будучи буквально послами доброй воли по неволе. Потому что они понимают, что их послы, особенно вот этот движок западных стран, не работают. И они в попытке докричаться тоже, вот как и Такер Карлсон приехал для того, чтобы прорвать вот это вот молчание собственных коллег в США, вот точно так же вчера приехали ребята из Америки, которые для того, чтобы их увидели и заметили, растянули американский флаг и настоятельно просили, чтобы им дали задать вопрос. Что вы думаете, они сказали? Они сказали ровно это, что они устали от того, что происходит в их стране. Почему? Потому что их посол, вчера опубликовав этот пост, проявила себя не как посол, а проявила как человек, который вмешивается в наши внутренние дела и, извините меня, врет. Дипломат, безусловно, должен сглаживать углы, должен находить точки соприкосновения и так далее. Дипломат должен вести себя определенным способом, иногда не позволяя себе высказывать все, что думает, что накипело и так далее. Но дипломат не имеет права вот так нагло врать народу страны, в которой он представляет свою страну. Вот я вчера посоветовала американскому послу, госпоже Трейси, если уж она так любит народную дипломатию и так ратует за российско-американские отношения между людьми, позвать этих самых американских ребят, представителей американской молодежи, к себе в посольство. Возможно, это вообще будет первый раз за много лет, когда американское посольство посетят люди, которые будут по-настоящему любить нашу страну, представляя, я имею в виду, американское, ну так или иначе, общество и государство, и проведут встречу с американским послом именно о любви к нашей стране. Потому что, как вы знаете, последние годы привечало американское посольство только тех, кто страну и народ наши буквально ненавидят и желают всего самого-самого-самого ужасного. Вот найти американскому посольству этих ребят не составляет никакого труда. Если им интересно, я готова им помочь, предоставить их контакты, рассказать, кто эти люди. Я их не знаю, я не знаю, как их зовут, я не знаю их, так сказать, историю их судьбы, но я могу пообратиться к организаторам, и мы с удовольствием поможем это сделать. И тогда они поймут, наверное, наверное, в этом самом американском посольстве, как выглядят, что думают и как говорят те люди, которые по-настоящему хотят развивать отношения с нашей страной, которые устали от русофобии, которая насаждается им как мантра, и которые реально, по-настоящему хотят дружить, они делают это в качестве конъюнктуры и в качестве прикрытия для вмешательства внутренних дел нашей страны. Мария Владимировна, вот все, что сейчас происходит в Германии с этим скандалом, с утекшим разговором немцев, ставят большой вопрос, ведь они нарушают базовые договоренности международные, благодаря которым состоялось объединение современной Германии. Они осознают, я же не говорю про нарушение их собственных законов, это как бы их вопрос. Но как мы будем реагировать на такого рода абсолютно наглое провокационное заявление? Может нам дозавуировать признание объединенной Германии и задать вопрос, где ГДР, и почему этот аншлюз восточных земель так легко сошел с рук этим наследникам нацистов? Вы знаете, ну я вчера об этом подробно говорила, и я вчера помимо того, что обращалась к теме того, как дважды наша страна сыграла в истории Германии спасительную роль, это на самом деле так, первый раз, когда наша страна спасла Германию, спасла то, что осталось от Германии, от нацизма и фашизма. Да, звучит, конечно, для многих представителей нынешнего поколения на Западе, наверное, шокирующе, но ведь это так, ведь это же сами немцы, когда получили возможность поднять голову, ужаснулись тому, что с ними за 30-40-е годы сделал нацизм и процветающий там национал-социализм, что вообще с ними, во что их превратил Третий Рейх. Мы освободили не только себя, когда нацисты, немецко-фашистские войска стояли уже под Москвой, проводив их обратно до Берлина, мы попутно освободили всю Европу от них. Но ведь второй раз, спустя несколько десятилетий, именно наша страна, пострадавшая больше других, мы сейчас не сравниваем по качеству страданий, я ненавижу эту тему, но по факту цифр, масштаба разрушения и той ненависти, с которой наша страна разрушалась, это безусловно так. Один союзник в этой войне, я единственное, что не говорю сейчас о Беларуси, потому что, честно говоря, все-таки в данном случае рассматриваю нас как союзное государство и говорю за него в целом. Безусловно, мы действительно пострадали больше других. И так бы было и до конца, если бы не остановили. Так вот, несмотря на те, это даже не зверство. Тот кошмар, который творился, несмотря на это, спустя несколько десятилетий, именно наша страна в поддержку объединения Германии. Это был разделенный народ. И разделенный по-живому. Тогда не было другого выхода, кроме как разделить. Это было очевидно. Потому что страну, Германию, надо было денацифицировать. И другого варианта на тот момент не было. Он не просматривался. Но спустя десятилетия, когда вот это самое денацифицирование свершилось, ну, по крайней мере, уж, так сказать, нам об этом такие заверения, именно наша страна высказала за объединение Германии. И, кстати говоря, об этом же сейчас мало кто помнит, и мало кто это знает. Ведь Соединенные Штаты Америки, которые обожают Бербок, которых боится Шольц, именно Соединенные Штаты Америки выступали против объединения Германии. Только вдумайтесь. И вот, несмотря на эти два исторических факта, Германия сейчас, исходя из этой самой аудиозаписи, буквально по деталям, по буквам, при дыхании обсуждают то, как будет изничтожать страну нашу снова. И я хочу сказать еще об одной вещи. Что такое Крымский мост? Мы все прекрасно знаем. А что такое Крымский мост для Германии? Владимир Рудольфович. Опять же, это же от их абсолютной, нынешней, современной безграмотности. Ну, что тут говорить про Анну Лену Бербок, которая говорит о том, что поворот на 360 градусов приведет к кардинальной смене курса? Нельзя обижать эту женщину. Ее воспитывал дедушка-нацист, которому она до сих пор клянется в любви и наслаждается его подвигами. Да, точно вы сказали. Это к вопросу о том, что я вчера обратила внимание, что Германия, как оказалось, ее западная часть, недонацифицирована. Конечно. Донацификация там и не проходила, видимо, учитывая, что они привечали и сохраняли всех нацистов, отправляя их либо в Латинскую Америку, либо в Южную, либо в Северную Америку, либо сохраняя их в Канаде. И немало их сохранилось непосредственно в Западной Германии. Так что же такое Крымские мосты для Германии? А я вам скажу. Каждый немец, каждый немец должен знать, в какой точке Крыма заходит этот мост. Это Керчь. Что такое Керчь? Каждый гражданин ФРГ обязан знать, что немцы делали с Керчью и с населением Керчи тогда, в годы Второй мировой войны. Так в звери не поступают. Животные так себя не ведут, что они сделали. И символом их расчеловечивания стала та самая Керченская школа, которая закрылась после того, как немцы оккупировали тогда территорию Керчи. А потом их комендатура объявила, что занятия в школе возобновляются. Я сейчас вам рассказываю не триллер, я пересказываю не какой-то страшный сериал или фильм ужасов, или какой-то блокбастер, книгу или еще что-то. Это история. Вот сейчас все, кто нас слушает, пожалуйста, зайдите в интернет после эфира, прочитайте об этом. Это же исторический факт. И когда они заявили о том, что школа открывается вновь, жители Керчи привели туда детей. Их собрали немцы, вывели за город. И каждому из них дали по пирожку. А в этом пирожке был цианистый калий. А тем детям, которым пирожка не хватило, они просто закапали цианистый калий в рот. На язык капнули. Я сейчас еще раз повторяю. Каждый, кто сейчас это слушает, зайдите и прочитайте. И эту информацию обязаны знать немцы. Каждый из них. Когда их, я не знаю, кто эти люди, генералы, ну это самые высшие чины вооруженных сил Германии, обсуждают то, как они будут уничтожать Крымский мост, ведущий в Керчь, они должны понимать, кому они подражают и по чьим следам идут. Это не вопрос нанесения нам стратегического поражения, как они это формулируют идеологически сейчас. Это вопрос их расчеловечивания на глазах у всего мира. И сейчас на площади перед этой Керченской школой стоит памятник этим детям. И символ этого памятника, его фотографии, его образ должны стать образом для каждого немца, напоминающим, что может произойти с их страной, что происходило в их истории, если подобные идеологи опять получат зеленый свет. не выйдет из-под контра, не вылезет из-за какого-то там, понимаете, из-за какой-то коряги, а получит зеленый цвет и прорвется на самый верх. А вы абсолютно правильно сказали. Это же МИД России сказал впервые и обратил внимание на то, что Анна-Лена Бербук обожает своего дедушку, который по ее словам мужественно защищал немецкую территорию, а потом оказалось, что защищал-то он. Кёнигсберг, ныне Калининград. А что это означает, что это солдат Третьего Рейха? От кого он его защищал? Спасибо большое, Мария Владимировна. Она защищала и от нас, поэтому ненависть у них системная и давняя. Да, Мария Захарова, чрезвычайно полномочная посола Российской Федерации, официальный представитель МИД России, была у нас в эфире. Спасибо, Мария Владимировна. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова